Авария произошла в центре Челябинска. В районе площади Революции столкнулись две иномарки. В итоге пострадал пятилетний ребенок. Подробности в репортаже. Это кадры последствий аварии на улице Кирова. Удар был такой силы, что у Ниссан отлетел передний бампер, а у Мазды помят капот. В данном дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок 2010 года рождения, который перевозился в автомобиле Мазды с использованием детского удержащего устройства. Ребенку назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ГАИ проводят проверку и устанавливают все причины ДТП. В Магнитогорске лихач протаранил авто. Водитель легковушки решил повернуть, но в это время по дороге двигался внедорожник. Не сбавляя скорости, он врезался в иномарку и поехал дальше. В результате тарана пострадало еще одно авто. А в Копейске водитель, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил легковушку. В Чебаркуле водитель неожиданно стал поворачивать, а второй, видимо, не успел среагировать. Теперь выясняет, кто виноват в ДТП. Не поделили дорогу две легковушки на университетской набережной. Один автомобиль поворачивал, второй ехал прямо. И вот результат невнимательности шоферов. А это последствия аварии в металлургическом районе. У забора стоит сильно поврежденное авто. Машина второго участника аварии отлетела на несколько метров. Судя по всему, удар был сильный. А на Комсомольском проспекте в легковушку прилетел капот. Часть машины просто отлетела и врезалась во встречный автомобиль. А это автодорога Кизильская-Магнитогорск. Машину закрутила на скользкой дороге, и она улетела в кювет.